Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня я обратился к вам по-китайски, потому что мы говорим о китайцах, о китайских туристах в нашей области. Китайских туристов уже очень много, китайские туристы везде, это все отмечают, кто путешествует, в том числе и по нашей России. И региональные власти ставят задачу привлечь китайских туристов и тоже к нам в регион, дескать, чего они в Порожняком пустую катаются между обеими столицами, чтобы тоже они сюда приезжали, оставляли, естественно, свои денежки, смотрели наши достопримечательности. Но при этом уже многие выражают опасения, стоит ли прямо добиваться такого вала китайских туристов. Много историй уже в сети вообще, телевидение постоянно сообщает, что не всегда они себя корректно ведут. Но при этом некоторые эксперты говорят, что тут надо учитывать менталитет китайцев. То есть то, что мы, к примеру, европейцы, русские, неважно, воспринимаем как невежливость, на самом деле это просто они считают абсолютно нормальным. И об этом мы сегодня поговорим, что делать и как нам привлечь китайских туристов, но при этом сделать так все, чтобы это не было проблемой для нашего региона. Хочу представить гостей из студии. Это Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области. И Вадим Ефименко, лингвист, человек, который знает китайский язык, который жил в Китае, и, соответственно, про китайцев знает, ну, все больше, чем, к примеру, я. Добрый день. Спасибо, что нашли время присоединиться к разговору. А вы, дорогие телезрители, тоже можете присоединяться к разговору. Звоните по телефону 3190 и выражайте ваше мнение, что вы думаете о китайцах. Может быть, кто из вас был в Китае. Ну что, господа, вы согласны с тем, что китайских туристов сейчас становится все больше и больше? Безусловно. Это мы все видим по количеству автобусов, которые прибывают к нам в Тверь. И когда едешь постоянно летом по набережной Афанасии Никитиной, то один-два автобуса стабильно стоят, китайцы гуляют по городу. То есть эта тенденция, она существует и развивается. Китайцам нравится путешествовать из Москвы в Питер и останавливаться в Твери. А что им интересно у нас? Ну, у нас они прежде всего хотят видеть наши основные достопримечательности. Вообще им нравится природа наша очень. Прямо вот очень нравится большое количество воды. Им нравится императорский дворец, им нравятся вот набережные наши. Ну, в общем-то, вот такие традиционные наши достопримечательности, которые, в общем-то, достаточно хорошо востребованы и обычными европейскими, скажем, туристами. Вадим, Ирина, просто телезрители прекрасно знают, она у нас объединена персона. Расскажите тогда в двух словах себе вообще, как вы оказались связанным с Китаем? Так, ну, изначально я поехал в Китай, я довольно давно увлекался интеллектуальной игрой Go, такая древняя настольная игра. И изначально я поехал в Китай вот именно для того, чтобы поучиться игре у профессионального игрока. И отсюда вот интерес. Ну, вообще интерес к Азии был давно, и вот потом подумалось, а почему бы не попробовать пожить там, посмотреть, потому что действительно другой мир. Где вы жили, в каких городах, в любом городе? Я жил в основном в провинции Хунань. Такая не самая известная, наверное, для россиянина типичная провинция. Самый центр Китая, южный центр. Жил в городе Чанша. Да, в последний раз в городе Чанчжоу. Тоже абсолютно неизвестные города. Про Чанчжоу я знаю. Да, там выставка проходит. Да, вообще город такой. А почему именно опять-таки там? Потому что вот как китайцы или вообще любые иностранцы, куда в первую очередь приезжают в Россию? Москва, Петербург. И вы, почему не Пекин? Почему не Шанхай? Почему не Гонконг, к примеру? Ну, именно поэтому, потому что Пекин, Шанхай, Шенчжей... Харпин тоже самому русским поближе. Это очень европеизированные города. То есть сейчас абсолютно оказываешься там, и сразу не очевидно, где ты. Это Китай или это, например, какой-нибудь Амстердам. А вот именно города, которые вне вот этой большой четверки китайской, они отличаются. И они отличаются именно в лучшую сторону, в более традиционную сторону. В лучшую. Ну, на мой взгляд... Когда просто про Россию говорят, что вот есть Москва, а есть Стальная Россия, то это, конечно, все-таки больше негативная коннотация, что Москва развитый город, и вообще там все как-то лучше, уровень жизни, а вот, дескать, наша Кострома несчастная, или Тверь, то же самое, это уже не то. А тут вы как бы считаете, что наоборот, чем больше китайскости, тем лучше, да? Для меня, как просто для любителей языков и любителей именно какой-то другой культуры, мне, да, аутентичности, мне, конечно, хотелось бы более быть ближе к народу и подальше от всех туристических маршрутов. А чем отличается, вот сразу интересно, вот этот город Чаншу от того же самого Шанхая? Нет, ну, он не сильно отличается. То есть, например, Чанша, это тоже 7 миллионный город, то есть он огромный по меркам российских. Всего лишь. 7 миллионов. Да, у них там плюс-минус миллион. Да, но это все равно, это, по-моему, второй эшелон, если не ошибаюсь, там у них первый эшелон, и дальше второй, третий, четвертый. Отличается, ну, в том числе и отношением людей, потому что там, где иностранцев много, соответственно, к иностранцам уже привыкли, и на них уже смотрят как, ну, хорошо. А там? А там это все-таки диковинка еще. Что, прям, как раз я слышал, как в той же самой неделе Африки подходит белый человек, потрогать его просто? Ну, это, наверное, для этого надо ехать в какие-то деревни. Да, такое бывает, если ты едешь в какие-то совершенно отдаленные места, где иностранцев, возможно, не видели никогда. И там действительно на тебя смотрят как... На чудо. Откуда это? А в городе, конечно, никто не смотрит, но иногда все равно, да, смотрят с любопытством. То есть как мы к ним с любопытством, так и они к нам тоже с любопытством. Ирина, а ты была в Китае? Нет, пока еще не был. Собирайся. Вот я тоже... Вообще, Вадим, скажи, а вот на тот взгляд, русских много в Китай ездит вообще? Да, безусловно, очень много. Сейчас очень торговля начинается. Ну, во-первых, русские едут и работать, да, и бизнес, и очень много русских моделей, кстати говоря. Но они к нам тоже активно, да, вот на твой взгляд, вообще ездят? Китайцы? Да, в Россию. Да, я думаю, да, конечно. То есть тоже это замечаешь, да, просто, если раньше китайцы как бы была дикомина, то сейчас тоже ты согласен с Ириной, что все больше как бы автобусы и так далее. Я про Твери даже имею в виду. Да, я бы сказал, наверное, что у китайцев просто сейчас, в принципе, благосостояние, оно повысилось. Позволяет. И они стали просто не то, что больше ездить в Россию, а просто больше ездить по миру. Понятно. А чтобы у нас благосостояние повысилось, наша телекомпания, у нас сейчас будет реклама. Буквально несколько минут, дорогие телезрители, не переключайтесь. Потом поговорим о китайцах дальше. Мы снова в эфире. Программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о китайцах, о китайских туристах, насколько их много сейчас к нам в область ездить, и нужно ли вообще что-то делать, чтобы их у нас совсем было много. Вадим, опять-таки, говорил, по Китаю они вообще сами по себе много путешествуют? Да, они очень любят свою страну, и они обожают путешествовать. Потому что в Китае можно ездить, наверное, 10-20 лет, и никогда не посмотреть все. Потому что там огромное... Ну, впрочем, как и у нас, конечно же, но огромные просторы для путешественников. Все эти горы, все эти озера, все эти прекрасные города. Очень много интересного, конечно. Господа, сразу по сути, говорят, что китайцы, давно у нас побольше туристов, но что ведутся невеже. Вы согласны с этим? Ну, они достаточно сепаративны, скажем так. Когда приезжают сюда, в Россию, они держатся своим обществом. И не интегрируются в нашу, как бы, действительность. Это иммигранты имеется в виду? Не, не иммигранты, а именно групповые туристы. То есть, они... Вообще, у них надо поучиться, как они построили свой туристический бизнес. У них задача, прежде всего, это не вывозить деньги из страны. Поэтому у них свои платежные системы, свои соцсети, свои системы бронирования. Даже свои, вот на точках таких достаточно массовых, они ставят свои магазины и туда заводят за сувенирной продукцией. То есть, у них максимально деньги тратятся вот внутри, все равно их государство, даже на территории нашей страны. Это государственная политика такая? Это государственная политика именно такая. И поэтому, вроде как, турист есть, а финансовые потрогать его очень сложно, потому что они вот такие умные. А это у нас и в Москве так? Везде. Везде так, они так, по всему миру ездят так. Ну, а где, около Эрмитажа, к примеру, вот китайская лавка сувениров? Ну, Эрмитаж — это особая структура. Но я знаю, приграничные территории с Китаем, Иркутск, там вплоть до того, что они монополизируют своим турпотоком гостиницы, потом их скупают, скажем так. То есть, вот такая экспансия на нашей территории, она наблюдается. И здесь надо быть очень, как бы, осторожными, чтобы не допускать вот этой монополии их, потому что они заполоняют и начинают. Сначала они все белые, пушистые, хорошие, потом начинают цены опускать, опускать, опускать. То есть, тот же самый ательер, он должен понимать, что если он полностью переключился на турпоток китайский, а совмещать китайский турпоток, допустим, с европейским, зачастую практически невозможно, если только там китайцы не какие-то там из деловой среды... Европеизированные, допустим? Да, такие деловые. А почему невозможно, что они так, как Араин Святой Китайской, а потому что... Ну, они имеют особенности определенные в приготовлении пищи вообще в быту. То есть, европейцы такие вот... Они просто не хотят, потому что запахи определенные идут. А что они, в отеле, вроде есть при отеле ресторан, они все могут готовить сами? Если отели разрешают, они могут что-то делать сами. А много таких отелей, где разрешают сами готовить? Я что-то просто... Ну, многие отели не приспособлены к их еде. Там есть определенная специфика, там у них есть потребности. И они... Многие отели для того, чтобы не заморачиваться с этим, говорят, ну, вот это вот... Живите у нас, можете есть, что хотите. А в результате потом такой... Вычищать отель приходится. Вадим, а ты согласен, что вот китайцы, они что, я не понимаю, почему они не могут, приехав в Италию, съесть пасту, к примеру, которая, кстати, во многом похожа на их лапшу, а приехав в Россию, есть борщ и щи. Что они... Почему они... Ну, я понимаю, что-то очень экзотическое. Как у них там предлагают ласточкиные гнезда, и то это экзотика. Они реально отказываются есть европейскую, или неважно, какую еду? Китайцы в целом очень консервативны, да, в отношении... Еды, да. В отношении многих вообще аспектов жизни. Они молоко не могут вообще... Ну, опять же, могут. Это не то, что просто мы берем... Если брать всех китайцев, то, конечно, все бывает абсолютно разное. Но, да, есть такие группы китайцев, которые действительно очень любят свою еду, и они... Если это какой-то там длиннее недели поездка, то они прям предпочитают уже... Они не могут без своей еды, которой они привыкли с детства. У них очень большое привыкание идет. То есть, например, в Китае вот эти кухни, 8 региональных кухонь... То есть, это не одна просто китайская кухня, а это в каждом регионе есть своя кухня, которая славится своими блюдами. И человек, превышший, скажем, к сычуанскому перцу, допустим, он не может жить без этого вот этого... Ощущения. ...которого не имеет неба. Пусть, нет, но... Хорошо, я согласен. Они берут с собой. Но в чем проблема? Борщ накидает перца острову. Тогда это уже будет не борщ. Нет, почему? Нет, кстати, не соглашусь. Рецептура борща подразумевает, что он должен быть огненным пламя. Не всех, но тем не менее. Это, кстати, ну, хорошо. Многие так и делают. Я знаю, что очень многие китайцы с собой берут вот это вот чили. Они с собой привозят. Да, и вот его намешивают в блюда, чтобы только сделать их более пламенными. Они привозят с собой куриные лапки, вот эти прямо в вакуумные упаковки, которые они очень любят. Сходи ты в гипермаркеты, купи эти куриные... А попробуй, купи. У нас с птицефабрикой Верхневолжской все куриные лапки уходят сразу в Китай. Да ладно? Да, и причем они очень котируются, потому что у нашей птицефабрики цыплята стоят на опилках, и у них нет натоптышей. И поэтому китайцы их очень любят. Я не знаю, мне так вот рассказали, и на самом деле целиком сразу идет на экспорт. Скажите, ну, хорошо, в еде они такие вот консервативные... То есть они что будет, если их привезти и заставить, вот, скажите, у нас другого нет? Да ничего не будет. Нет, они поедят, поедят. Ну, просто это как-то, знаете... Я вообще-то не понимаю, если честно, потому что я еду в другую страну, в Китай. Ну, мне в голову... Я понимаю, ты уехал на полгода и захочется щей. Но если ты приехал на ней, грубо говоря, на неделю, ну, ты приехал, наверное, чтобы узнать эту страну, как-то узнаешь, что там много. Они пробуют, они очень любят нашу еду, и они как бы стремятся это все попробовать, но на постоянную основу, конечно... Всего-то недель, господи, постоянно. Ну, есть определенные особенности... Борщи нравятся. Определенные особенности, вот, чисто физиологические, иногда не дают им есть. Да, то есть та же паста, например, которую вы сказали, что паста похожа на их там лапшу, ну, технически, да, это лапша и лапша, но, конечно же, даже говорить, например, что китайцы, что, ну, это лапша, это так несколько... чуть ли не оскорбительно, потому что у лапши есть много видов, каждый имеет свое название, и, конечно, говорить, что вот это все лапша, а дальше рис, это, конечно, это разные виды лапши, которые очень отличаются по вкусу, и, конечно, они безумно отличаются по вкусовым качествам от, скажем, пасты там, какой-нибудь там итальянской. И это у них есть западные рестораны, где вот это паста, пицца там, стейки, а есть вот это наше. Не, я понимаю просто, я тоже, я думаю, сейчас тоже не актуально, но раньше, когда вот, и, ну, вот, еще до вот этого политики открытого мира и так далее, китайцы, наверное, насколько я знаю, не понимали сыра. Они считают, это испорченное молоко, вот, и их вообще воротило. Но сейчас, опять-таки, я много читаю, что как раз они все более в этом плане европеизируются, и у них что вина европейские все больше в ходу, что сыр тоже, и молоко, то же самое, которое они раньше, да, не пили, я много читал, что, то есть, как китайцы, и вроде бы как, опять, как доносят мои коллеги федеральные СМИ, они европеизируются, а слушаю вас, я понимаю, что это, как, не знаю, как вода в песок нашей европеизации уходит. Ну, их очень много там в учебности. И к нам приезжают люди, которые отказываются есть нашу еду, вот это удивительно. Ну, просто нет привычки. Сыра у них до сих пор, например, очень сложно. Я не знаю, вероятно, в крупных городах, конечно же. Наверное, обидно крупные города. Да, крупные города, они же и бизнес там. Там, где жил я, с Ирой тоже, в общем-то, очень сложно найти. Об этом речи идет, что европеизированные города, они достаточно специфичны. Основная эта масса живет во втором-третьем эшелоне городов и так далее. И они путешествуют, они очень консервативны. А вот едут, опять-таки, кто? Согласитесь, вот, Ирина, ты лучше меня знаешь, что родят русских туристов. Это значительная доля Москва-Петербург. Огромная доля, все-таки, огромная. А у них тоже это Пекин или все-таки как раз всякие там города типа Лаяна, я не знаю, там, и прочие. Вот такие вот. Я думаю, все, и прочие в том числе, да. Ну, за исключением самых маленьких этих, да, самых... Ну, понятно, да. Ну, да, которые... Города первого, второго, третьего, даже четвертого эшелона, конечно же. Да, в целом общий уровень благосостояния поднимается. Путешествуют все. Путешествуют, да. Путешествуют, да. Их очень хорошо видно сразу, когда китайцы... Ну, Питер, например, уже достаточно так сильно готовится к ограничениям. Их хорошо видно, в смысле? А почему их хорошо видно? Ну, потому что их в лицо видно. Нет, а как хорошо видно. Я тоже слышал, что в Царском селе администрация вот этого нашего музея-заповедника, даже такую инициативу выступила, как-то действительно ограничить поток китайских туристов, какие-то то ли дни для них выйдут, то ли что. Ну, потому что элементарно свои-то не успевают попасть в эти дворцы, потому что... Именно так. Ну, вот они, когда приезжали к нам с рекламным туром, они сказали, что нам интересен императорский дворец, нам интересны наши самые лучшие гостиницы. А наши самые лучшие гостиницы говорят, ну, пардон, у нас и так загрузка хорошая, нормальными европейскими людьми, поэтому мы так вот будем смотреть, как вас заселять, то есть выборочно. То есть нельзя сказать, что они вот поедут в наши глубинки и будут там радоваться жизни. Там негде радоваться, там гостиницы-то в глубинке. Ну, вот именно, что мы-то не готовы их принимать. Потом они со своими экскурсоводами ездят, и, в общем-то, они неплохо себя у нас чувствуют сами по себе. А можно им условия поставить экскурсовод наш? Все можно, если за ними можно уследить. За ними очень сложно уследить. Там, насколько я знаю, очень большое количество вообще таких вот групп, которые нигде вообще не фигурируют. Они путешествуют по их маршрутам. Это очень большое количество туристов. Но это, наверное, все-таки тоже как бы тренд. Ведь много итальянцев, там тоже испанцы ездят сами по себе. Или те, какие-нибудь немцы, правильно? Все же группами ездят. Ну, конечно, но манера поведения совершенно разная у Европы и у китайцев. То есть тут, я говорю, сепаратизм вот такой вот, он присутствует. А вот мне как-то интересно, Вадим, скажи, тоже, вот я тоже много слышу, что они ведут по нашим понятиям, как бы, дескать, себя хамски, либо они ведут себя, ну, скажем так, не соблюдают норм приличия, там, грубо говоря, сморкают, чихают, так далее. Скажи, это так или нет? Вот они так согласны с этим? Или они говорят, нет, ничего там такого нет? Нет, они, безусловно, согласны. Кто такой типичный китайец, да? Типичный китайец, это очень сложно, потому что в Китае огромное население, плотность населения значительно выше, чем у нас. И поэтому бывает абсолютно разное. Я тоже видел эту картину, когда люди смокраются на улице, да. Обычный китайец, вот на улицах вот этого города ты жил, Чеша? На самом деле, естественно, ведут. Просто есть, да, отдельные люди, которые, как правило, это люди старшего поколения, чуть более старшего, чем, например, я, скажем, на одно, и которые, вот, еще, может быть, они из другой эпохи, до которых еще не докатилось современное образование, и которые, вот, может быть, как раз попадают под ту категорию, которую вы говорите, которые, там, едят только свою еду, которые ведут себя, может быть, немного непривычно нам, которые могут сморкаться вдруг там, да, громко. Это действительно есть. Я знаю, что современная молодежь китайская, она тоже к этому относится вот точно так же. То есть молодежь так себя не ведет? Молодежь так себя не ведет, да. Они уже начинают адаптироваться. Это нужно, да. Ты говоришь, о поколении будет 30 лет, да, я так понимаю. Вот они другие, верно? Они другие, да, они уверены, что сейчас вот со сменой поколения, это вот этот вопрос, который мучает не только, я так понимаю, Россия. То есть у них тоже вот этот конфликт внутри общества есть? Это же не конфликт, а просто есть такая разница. Конфликтов, в принципе, как-то кого нет? Ну, а ведь старшее поколение скажет, мы себя ведем правильно, мы так, китайцы и так далее. Я тоже опять наскупь слышал, они, к примеру, вот то, что громко сморкаются, это они говорят, так надо делать с точки зрения медицины. То есть это полезно, грубо говоря, вот так? В Китае очень много вот этой вот своей медицины, китайской медицины, она просто огромный пласт, и особенно люди старшего поколения, чем старше, тем больше этого, они делают странные упражнения, они ходят, они бьют себя по коленкам, у них есть какие-то там свои вот эти методики. Ну, это не тараканы, это, я думаю, какие-то вещи, которые у нас, которые мы, может быть, даже не понимаем, но там культура, которые опять пришли. И поэтому над этим, как бы, с моей стороны патронивать было бы очень странно, потому что я, возможно, просто не понимаю. У них есть цигун, это прекрасно, и вот это, которые люди делают. У них практики очень серьезные, и они наработанные, веками сохранившиеся. И они их очень свято чтут. Поэтому, когда я вижу, как человек, который идет по улице, например, в обратную сторону, задом, я смотрю на нее и думаю, ну, наверное, это какое-то упражнение. Естественно, это какое-то упражнение, которое он делает не просто так, это его прихоть. Поэтому все эти сморкания, да, это некрасиво выглядит по нашим европейским и даже по современным китайским меркам, но если это очень полезно, то, да, конечно, это исчезнет, безусловно. То есть, молодежь, она не такая? Да, то есть, может быть, молодежь будет тоже это делать дома у себя где-то там, потому что это полезно, но, конечно, молодежь не будет это делать на улице, вот так, прямо в открытую. Да, молодежь, она отличается. А опять-таки, да, тогда вернемся к китайской кухне. Молодежь, вот, приехав, вот, группа молодежных китайских туристов, 20-25 лет, приехав в Тверь, они тоже все-таки будут заваривать лапшу у себя своими специями? Или они, опять-таки, с большим уважением будут носить к местной кухне, сказать, мы приехали в Россию или в Италью, значит, мы будем есть там щи и пасту, к примеру? Или они тоже в плане еды? Нет, мы не можем без своего. Разные есть. Есть, конечно, сейчас, мне кажется, намечается такой пласт людей, которые вот с любопытством вот ко всему вот этому, потому что у них это все, для них это новинка, у них нет Фейсбука, у них нет Гугла, у них нет вот этого все. Поэтому для них что-то новое, это интересно. Но, конечно же, есть огромная группа людей, и даже среди молодежи, которые до сих пор, да, они очень консервативны, и они просто, у них нет привычки, они не знают, как мог быть по-другому. То есть они с детства, и только так, вот, есть такая лапша, и поэтому для них вдруг что-то другое, это невкусно. Ну, у них вообще нормы гигиены даже совершенно отличаются от наших. То есть почему у них пища вся перченая? Для того, чтобы микробы убивались через вот эти вот специи. Я слышал вообще традиционно китайские, они умываются мокрым полотенцем. Тоже традиционно, я не говорю про срукены. Не будем вдаваться в подробности, но я знаю, как работают многие китайские рестораны, я бы не стала это комментировать в эфире. То есть с точки зрения нашего санпина? То есть с точки зрения нашего санпина, там просто слезы льет градом. Но это их традиции, они имеют право так жить, они от этого не умирают, потому что у них баланс определенный в организме настроен, вот как они пищу эту употребляют. Поэтому, возможно, они поэтому и не могут есть все наше, потому что организм по-другому работает. Ты этим согласен? Нет, ну, во-первых, по поводу перченой кухни, я бы только взял уточнение, что перченая кухня, это все-таки, может быть, из восьми вот тех, которые я называл, это, может быть, две, две-три. Именно вот этот перец, одна из них, к сожалению, не так, в которой жил я, и мне приходилось через это все пробираться, поэтому первое слово, первые слова, которые я выучил из китайского, это было не острое, пожалуйста, поменьше перца. Потому что даже то, что поменьше по их меркам, для меня это почти на грани неуносимо. Если ты скажешь «ноу спайсов», это все будет очень остро. Очень, да. Более-менее можно будет есть, но очень остро. То есть по их понятиям они вообще не понимают. А где ты питался? Я питался на улице, в ресторанчиках, в разных заведениях общепита. У них вообще очень... Уличный формат у них очень развит. Очень развит, да, гораздо популярнее, чем у нас. У нас есть все-таки домашняя кухня, это все. А там дома готовить не всегда получается, не всегда есть на это время. Кто-то это не готовит дома? Готовит, безусловно, готовит. И очень хорошо готовит. Более того, когда они готовят дома, у них это по-другому. У нас это как бы вот тарелка, это твоя тарелка, это ваша, это вот ваша. А у них есть, у каждого есть маленькая мисочка с рисом, а дальше есть общие блюда, которые делятся между всеми. И то есть все берут палочки на блюдах к себе и едят. То есть есть там, например, на семью 5-6 блюд, и они вот между всеми распределяются. К этому привыкаешь, это интересно. Это мне, например, лично это нравится. Ну а в ресторанах? Вот Ирина сказала, что с точки зрения нашел санпин, это жесть. То есть я понимаю твое мнение. Я так понимаю, имеется в виду вот эти кухни, да, в которых... Китайские рестораны в России. Ну что, бывает. Бывают разные рестораны. Те, которые подешали, там, конечно, бывает, да, это грязь. Но опять же, я надеюсь, я верю, что поскольку никто не умирает, то, наверное, все там все равно чистится, все равно как-то делается. Но, конечно, это выглядит с непривычки, ты приходишь, и это да. Это по-другому. Я слышал, они масло очень долго не меняют. Это у них тоже тема экономит. Есть, да? Я не уверен, у нас его меняют? Меняют. Я надеюсь. Есть фитюрные журналы. Ну, опять-таки, раз мы кулинарии в этой связи, стоит вводить нашим тверским ресторанам в меню какие-то китайские блюда, чтобы привлечь китайских туристов. Ну, вообще просят. Они? Что просят? Ну, я знаю, что... Пельмени покормите нормально. Я же слышал, китайцы пельмени вообще считают своим блюдом, они с удивлением говорят, что вы что, русские, это не ваше, это наше. Да, более того, они совершенно по праву это считают. Это китайское блюдо, да. Ну, я слышал, что оно пришло откуда-то из Сибири, но, то есть, ну, в итоге оно у нас... Оттуда пришло. А они говорят, какое ваше блюдо, вы что, это пельмени наше все? Да, пельмени, это действительно их все. У них есть огромные традиции с ним связанные. Например, в Новый год, особенно на севере Китая, там, где Пекин, принято всей семьей собираться вместе и лепить пельмени. Ну, как у нас, опять-таки. Ну, как у нас, да. Ну, а как это наши, и, так прочее. Их пельмени на вкус по-другому, лепятся они тоже по-другому, но, да, это пельмени, на пару зачастую, да. Ирина, что просит? Просит ресторан китайский, у нас в свое время был. Нет, что китайцы просят, а к ресторану мы еще вернемся, да. Что китайцы просят, когда заселяются в наш отель, например? Ну, сложно сказать, они там... Я не готова сказать, что они там просят, но... Ну, они сами готовят, насколько я знаю. Просят лапшу, пельмени, что еще там о нем? Что еще можно попросить? Ну, вроде... И куриные лапки, мы помнили. Да, у нас их нет, все уже ушли в Китай. А, опять-таки, почему тоже, ведь такая, ну как, мировая тема, что куда в Европе не приедет, китайский ресторанчик найдешь в городе. Кроме Стамбула. Вот в Стамбуле, кстати, турки, я не посмотрел, знаете, что я обратил внимание, я не видел там китайских ресторанов, потом нашел, но там были турки. И, кстати, цены сразу турецкие, соответственно, потому что везде во всем мире китайские рестораны дешево. Ну, там турки готовят, и... То есть, а вот во всем мире все равно это есть. А почему у нас в Террии до сих пор нет китайских ресторанов? Ну... Миллиард людей живет. Почему никто из-за этого не дал? У нас был китайский ресторан, но... Но он был дорогой. Да, он достаточно хорошего уровня был. Даже два, кстати, было. Один на Гена, помню, а другой вот на бульваре Радищева. Да, кстати, был и на бульваре Радищева. Сейчас как-то... Я думаю, что в скором времени появится, потому что святое место пусто не бывает, и туризм растет, и все это начинают ощущать финансово. Но... Террии как-то странно. Китай все-таки, я говорю, ну очень странно. Ну, все, знаете, уже вьетнамские... Ну, не постоянный. Турпоток-то он не постоянный вот такой, а наша публика, она так достаточно скептически относится и для постоянного потребления... А как же все эти пресловутые наши роллы и так далее, которые вот просто завалили? Я понимаю, что это очень-очень японская кухня, но тем не менее. Почему тверичане и роллы это не вопрос, а вот китайские, на твой взгляд... Ну, китайские лапша там корейская всякая, это тоже, в принципе, вот фастфудовская вещь, она такая входит. Но рестораны и еды... Почему нет именно вот китайских лапшек, где китайцы именно готовят, которые по местному почти не говорят зачастую? Вот как-то у нас вообще... Миграционная политика такая. Оно по-другому-то, в принципе, не должно быть, потому что я спрашивал про этот вопрос у китайцев, и они говорят, что, а может быть, и не надо. Почему? Потому что... Потому что искажения идут. Они говорят, что вы все равно не сделаете так, как оно надо, а так, как не надо, лучше не надо. Лучше мы поедим местную кухню. Так я к чему и говорю? Да, я согласен. Нет, у нас вроде бы есть эта лапша, можно ее онлайн заказать, но я тоже, я знаю, это не Китай, извините. Это не то, что я ел в китайских ресторанах в Европе, где, еще раз говорю, там готовят именно китайцы, они тебе дадут свою китайскую фарфоровую ложку, вот, и так далее. Почему у нас вот эти китайцы до сих пор как-то не приехали? Я говорю, на фоне того, что вьетнамцы уже есть, причем не одно, не два, вьетнамцы хорошо пошли, да. А вьетнам, сами знаете, вьетнам, потому что Китай, это как, ну, не в обиду, может, в обиде, не знаю, как, ну, грубо говоря, Россия, Беларусь или Украина. Китайцы считаются большим братом, а это, дескать, такая территория, которую они, кстати, мечтают прибрать время от времени. Ну, возможно, для китайцев наша территория не настолько интересна, может быть. Может, просто правда Тверь не так интересна, на самом деле? Может быть. Я думаю, да, вот в этом причина. Чисто коммерческая причина рынка. Каждый раз спрашивая, меня, естественно, задавали вопрос, откуда, я говорил, что я вот из Твери, я называл там китайское название Твери. А вы, кажется, считаете, что это деревня? Нет, нет. Слишком близко к Москве. Никто не знает. Вообще даже ничего не считают. Какому я говорю, всем интересно в России, конечно, только два места. Москва и Питер, да. Все остальное, это, ну, от случая к случаю. То есть они даже в Сочи не знают, что такое? Ну, Сочи может быть отчасти. Но вот именно с туристической точки зрения я спрашивал неоднократно. Мне все говорят, ну, нам было бы интересно посмотреть, да, вот Москва, да, вот Питер. А вот в начале разговора Ирина сказала, что природа, им природа наша интересна, потому что есть такой тоже, ну, как бы, миф-не миф, что в Китае природа успешно загажена, что в городах дышать нечем, и вообще, поскольку, опять-таки, миллиард двести, по-моему, то природы особо не осталось. Так или нет? Нет, я бы сказал, что природы там все еще пока хватает. Там Китайцы очень любят горы, горы, у них есть какая-то такая национальная черта, они любят вот это восхождение в гору, и у них вот огромное количество людей, пожилых людей, в том числе, пешком карабкаются, у них очень много гор. Это не только Тибет? В разной степени. Нет, не только Тибет. Ну, такие горы, в смысле, они могут быть не такие горы, как Эверест, да, но это горы, на которые надо потратить пять часов, чтобы туда, например, на вершину войти, и там увидите вид покрытый туманом. Но это тяжело, но вот китайцы это любят. Так что хватает. То есть Тибетская область, на плане поэтому неинтересно, у нас гор нет. У нас гор нет. Алтай, наверное, получается, то же самое, Казахстанске и Сочи. Ну, наша природа им очень нравится, потому что она другая тоже, и для них вот в диковинку наши леса и озера красивые, поэтому... Что нет, берез нету? Берез нету. А дубы? Не видел. Сосны? Тоже не видел. Я, на самом деле, я же был городской житель там, поэтому в городах деревья вообще другие. Они постоянно вечно зеленые, они никогда не опадают и выглядят совершенно по-другому. Это же другие вещи. Другая вообще, и архитектура, вообще облик другой, поэтому у нас картинка другая. Да, флора отличается, в общем. Ну вот, в этой связи, казалось бы, должно быть интересно. Ну, когда есть инфраструктура сопутствующая, тогда они поедут. Вот, а когда ее нет, вот у нас они парк-отель почему любят? Потому что тут сразу Волга, другой берег, все красиво, на лодочках покататься. Вот, и, в общем-то, поэтому место так пользуется популярностью у туристов китайских. Остальные... Ну, вот природа их больше интересует, конечно. Надо, опять-таки, для привлечения китайских туристов, может быть, вывески дублировать и так далее? Конечно, надо, потому что все равно они есть, и когда они попадают в город к нам, они слепы, никто им ничего объяснить не может, языка они не знают, то есть это абсолютно вообще в части безопасности даже. Ну, сейчас Министерство туризма и путеводители на китайском языке уже сделали вопрос, чтобы они были всегда и в понятном месте для них и все могли их взять и пользоваться. Но эта проблема, как бы, понятна. Ну, жители других стран скажут, а почему на итальянском, на финском не хотите дублировать? Ну, постирать... Почему для Китая такое исключение? Потому что сами понимаем, что, ну, Китай, ну, как-то принято везде английский и все международный язык, правильно? То есть никто же не говорит, что на немецком надо, не знаю, испанский, а на испанском тоже третьим. На английский тоже не исключается. И тоже есть, и на немецком тоже есть сборники. Просто у нас люди, в общем-то, английский более-менее знают, и это несложно найти англоязычного человека, особенно среди молодежи. Вот, а с китайским языком, я так понимаю, что у нас это штучные люди на расхват. Скажи, китайцы, да, вот они в массе... Опять-таки, да, русский человек, он английский, неважно знать, не знать, немецкий, но мы как-то с детства латиницу знаем, поэтому можем ту же самую вывеску как-то прочитать, хотя тоже, конечно, знаете, если, оказывается, в Венгрии там совершенно другой язык, это... Смышл другой будет. Как у них вот со знанием языка? По-разному, но в целом изучение языков, я думаю, нам их и им, наши европейские языки даются с трудом, потому что они слишком отличаются лингвистически. Ну, латиницу они хотя бы, вот еще раз, вот вывеску БАС, автобус, допустим, они смогут как-то или для них... Ну, большинство... Дублируют на китайском. Еще раз говорю, в Петербурге я знаю много, ну да, Китай великая страна, но все равно, а почему не на индийском? Индус тоже миллиард, к примеру. Правильно, почему, еще раз говорю, не на других, не на испанском, как я уже сказал. Дейцы владеют английским, да, гораздо лучше степен. Да, понятно. Ну, то есть, а у них тяжело, да, у них как с едой, такая же история, вот они свой язык, да, вот извините, даже вашу латиницу... Ну, то есть, я думаю, даже это не то, что они не хотят его учить, они хотят, они очень хотят, но просто не всегда получается, потому что вот эти языковые отличия, они настолько гигантские, что от акцента, вот это вот... Слухового даже восприятия. Там и фонетическая разница, и грамматическая разница, и они, конечно же, самое главное лексическое, вот эти вот иероглифы, это, конечно, они очень отличаются от наших алфавитов. Это вообще, в принципе, другая история. К языку как раз перешли. Надо у нас популяризировать изучение китайского языка. Я вижу, открываются как-то, говорят где-то какие-то даже в школах уже вариативные есть в Москве, ну, в столице понятно, вот про тверь говорим, надо или нет? Надо. Сейчас очень большая масса тверских производителей выходит на китайский рынок, потому что зачастую здесь мы продаваться не можем, потому что у нас федеральные розничные сети, у нас рынок... Производители чего сразу? Продуктов питания, да и, я думаю, промтовары тоже. А как же Китай всемирная фабрика, и зачем сдались наши промтовары? Насчет промтоваров не знаю, но насчет продуктов питания это однозначно, потому что у нас экология гораздо лучшая ситуация, и востребованы продукты, и выставки сейчас проводятся. Путин, он этому Денсиопену не мороженое дарил? Да, оно другое просто, даже овощи, фрукты взять. Что наше вкуснее? Мороженое? Вообще еда. Молоко, мороженое, опять хлеб. Это, наверное, слово провокационное такое. С едой очень провокационное. Мороженое, согласен. Насчет еды... Картошка. По-разному. Когда находишься там, скучаешь по картошке, но ее там можно готовить, разумеется, самому себе. А когда находишься здесь, скучаешь по той еде, потому что, конечно, там много такого, чего у нас просто невозможно найти. Даже в каких-то гипермаркетах больших или, наверное, или наоборот, специализированный магазин, у нас есть в центре города, на роде еще магазин такой заходил. Даже найти, да, заходил, конечно же, но купить какие-то ингредиенты можно, приготовить зачастую нельзя, потому что есть какие-то соусы, какие-то дополнительные вещи, которые просто не найти. Способы приготовления разные. Самые простые вещи, которые я находил, самые простые рецепты, которые там легко делаются, здесь внезапно выясняется, что банальный, например, даже наш рис, он отличается. Отличается все-таки? Он отличается? И вот, например, просто сделать рис такой, как он там... Даже по вкусу, вот отварить, вот просто тупо отварить, то есть ты отличишь по вкусу, скажешь, вот это китайский рис, а это наш. Безусловно. Возвращаясь к языку, Вадим, скажи, насколько сейчас большой спрос на китайский? Ты преподаваешь еще китайский, да? Я, ну да, я мог бы его преподавать. Спрос, я думаю, будет повышаться со временем. Сейчас просто, наверное, мало преподавателей. Мне кажется, сейчас, ну, вот товарищи, еще, скажем, лет 10-15, да 10 даже лет, я вообще не помню, где можно было китайский учить. Сейчас я ни одно, ни две вывески вижу, что китайский язык. Это я уже считаю, ну, большой прогресс. Вот я почему-то спрашиваю. Спрос, ну, не просто так люди открывают школы, просто ради никого, правильно? Я думаю, у нас есть спрос? Конечно, есть. У туроператоров есть спрос, потому что поток все равно растет, и от этого никуда не деться, и это будет по нарастающей идти. Но опять же, торговые отношения с Китаем сейчас, мы же видим политику государственную, что связи расширяются, и это становится выгодным, поэтому и китайцы сюда везут свои товары, тоже нужны представители, и мы туда везем свое. Поэтому здесь обязательно будет развитие, и китайский язык, он востребован достаточно серьезно. А нужно, на твоем взгляд, в школах, допустим? Есть же школы, где есть французские? Или это все-таки пока не так актуально в Твери? Ну, сложно сказать, но я не думаю, что вот французский язык, он более актуальный, допустим, чем китайский. И если бы у меня в школе, у детей были школы с китайским языком, то я бы отдала лучше на китайский, потому что там больше ресурсов для применения на будущее. А французский? Франция, большая часть Черной Африки? Ну, там, да. Ну, тоже достаточно большой сегмент покрывает. Ну, у нас как-то принято, что английский, немецкий, французский такие... Ну, это со времен Петра Первого. Вадим, ну, все-таки к тебе вопрос, а мы уже коснулись, может, у китайских сложный. Насколько его реально выучить, опять-таки? Потому что у меня одна знакомая, помню, поступила в РУДН, вот, очень хотела на арабский, не получилась на китайский, она год мучилась, потом все равно перевелась в понижение на курс, но перевелась, потому что она измучилась в Китае, она слезы лила, вот китайский язык не могу. Поэтому, скажи, насколько реально его выучить, хотя бы, ну, на том уровне, до такого уровня, как мы учим английский, или вот французский? Я думаю, очень реально. Дело в том, что, может быть, надо начать с того, что преподавать китайский, наверное, должны сами китайцы. Потому что по-другому, если это школа наша будет преподавать какие-то русские преподаватели... Так и на английский, чтобы, и немецкий. Носители языка должны. Я помню, как в моей родной школе преподавали немецкий, это просто... Это когда к нам приехали как раз живые немцы из Западной Германии. Я не слушал, как они говорят на самом деле, а там они... Гутен так, их бин, фаттер. То есть вот так вот строго. Поэтому я могу... Есть и тыс. Во, у нас такая была... Один из учителей английского. Знаете, когда я услышал, что он говорит, я сначала думал, что кубинский говорит. Потом так прислушал, а это оказывается английский. Но все-таки романо-германские языки, которые мы изучаем в традиционных школах, они между собой гораздо ближе связаны. И поэтому, например, английский язык, даже если его учить вот в таком виде, если тыс, то все равно это будет лучше. Это понятен, да. То есть любой иностранец поймет в любом случае. Китайский язык, есть опасность его выучить в такой степени, запомнить себе ошибок. Почему? Какие основные ошибки могут быть? Ну, китайский язык, его основная проблема для изучающих, то, что он тональный язык. То есть там тон имеет значение. И сразу разные слова. Как слово ма. Ма и ма. А, ну, это известный пример, да, что ма — это мама, да. А если ма — это лошадь. И еще есть. Да, ма — это лошадь. Ма — это конопля. В итоге вот эта проблема, о чем ты говоришь. Просто для понимания телезрителям. Не все знают, что китайский язык музыкальный. Да, если мне кажется огромным... То есть научиться плохому китайскому и потом переучивать его, это, мне кажется, совершенно кошмарная история. Поэтому лучше сразу, чтобы это был какой-никакой, но китаец, чтобы он сразу поставил это правильное произношение, потому что это... С этого надо начинать. С этого надо начинать, да, с фонетики. Грамматика китайского, она безумно простая. Она гораздо проще, чем английская, и тем более проще, чем русская грамматика. То есть ни суффиксов, ни приставов. Никаких суффиков. Все очень просто. Все очень просто элементарно, на самом деле. То есть не надо думать ни о каких временах. Все очень просто. Единственная сложность, это, конечно, произношение. Две сложности. Произношение и иероглифы. Вот. Ну иероглифы ведь. Сколько надо выучить, чтобы... Я слышал, что по-английски, более-менее общаться, нужно знать где-то 3000 слов. Сколько китайских надо выучить иероглифов? Приблизить, чтобы более-менее... Примерно столько же иероглифов, наверное, я думаю. Это же вот нас шокирует. Мы привыкли, что выучил 26 букв латиницы, или там 33 русских, и все. Слова тут ведь... Ну, теоретически, можно, скажем так, можно научиться говорить на китайском, не зная иероглифов. Ты не умеешь читать, ты не понимаешь, что написано, ты не можешь ничего не выучить, но ты можешь и сказать. Да. Но, конечно, иероглифы, это, да, их учить, видимо, нужно. Если столько китайцев говорят на китайском языке, значит, можно язык выучить. А у них там, на самом деле, проблемы с разговором. Я вот слышал, почему у них большая проблема о том, что они сейчас активно внедряют единый язык в Тунхуа, потому что единый диалег, потому что иероглифы одни, но поскольку иероглифы читают по-разному, и жители Кантона читают по-другому, как жители Кантона. Ну, диалекты, конечно. Один тот же иероглиф. Да. Я, собственно, и вообще там даже жители с 7 деревень друг друга не всегда могут понять. Это абсолютно верно, действительно так. Я был свидетелем таких случаев, когда, скажем, там, человек из Пекина говорит на красивом традиционном Путонхуа, и вот человек из... Который на основе северного диалекта же все-таки о нем... Да-да-да, конечно. Он красивый, он то, что выучит в учебниках, вот это красивое, грамотное произношение. А человек, который говорит на своем родном диалекте из другого города, они пытаются как-то коммуницировать, и у них не получается, они не слышат, да. Это проблема, беда иероглифической письменности, когда означает не звук, а понятие. Более того, да, даже человек из какого-то соседнего, маленького города, который совсем рядом с нашим городом, казалось бы. Они... Это на юге, да, я слышал. У нас эфир подходит к концу, дорогие телезрители. Мы сегодня говорили о китайцах, нужно ли к нам зазывать в регион, и что нам все-таки сделать, чтобы как-то, если мы хотим, их ждем, соответственно, что для этого сделать, то ли рестораны открывать, то ли языки учить. Языки учить, я смело могу сказать, это вещь полезна, поэтому при случае учите китайский или другой язык. Это всегда хорошо, но все-таки Китай действительно динамично развивающая страна, миллиарды есть население, и это великая цивилизация, поэтому Китай нужно, если уж не любить, то хотя бы уважать. Спасибо большое, это была программа «Тема дня», до новых встреч.